Больше 400 полицейских были задействованы в оперативно-профилактическом мероприятии «Безопасная дорога». Оно проходило с 19 по 21 февраля по всей стране. Подробности в материале, подготовленном при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Проверку на контрольном посту западный 35-летний мужчина из города Ишима Российской Федерации не прошел. Он выезжал из Петропавловска, в путешествие отправился под шофе. Данный гражданин был направлен на экспертизу, где врач-нарколог выставил ему легкую степень алкогольного опьянения. После чего был составлен административный протокол по статье 608 КОАП РК, где грозит лишение водительских прав на три года. Сам водитель вовсе не отрицал, что выпил перед поездкой. Ну, в общем, выпил я. Хотел, думаю, остаться здесь, переночевать в машине. А потом я выпил еще немножко и решил домой поехать. И вот доехал до этого поста. В рамках акции «Безопасная дорога» полицейские обращают внимание на все нарушения. Превышение скоростного режима, обгон или маневрирование не по правилам. Отдельная работа ведется и по предупреждению ДТП с участием пешеходов. За переход дороги в неположенном месте – штраф. Расстаться с пятью тысячами тенге придется 18-летнему студенту одного из Петропавловских колледжей. Его проступок на улице Мира зафиксировала камера Центра оперативного управления. В отношении данного гражданина был составлен административный протокол по части 1 ст. 615, санкция за которую предусматривает административный штраф в виде двухмесячных расчетных показателей. Всего в рамках акции «Безопасная дорога» в Североказахстанской области выявили больше 20 пьяных водителей. Со стороны пешеходов зафиксировано 212 нарушений. Кроме того, 182 водителя не пристегнулись. Еще 188 разговаривали по телефону за рулем. Ксения Куценко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.